Ну, собственно говоря, русская нация, я понимаю, что это некоторый формалистический такой подход, но вот с этой точки зрения, очень формально, что мы говорим, да, русская нация перешивовала с 17 октября 1905 года по 25 октября 1917 года. Я не виноват, так сказать, что начало перешивания русской нации политической нации, подчеркиваю, дала макетест Николая Второго от 1725 года, да, и закончилась, а она победила решивью. То есть, действительно, в этот период мы видим, да, пусть несовершенная и, в основном, предупречивая, но народная представительство, в целом государственной думы, да, она была, это было очень сложно было с неравным правительством, но вообще-то все парламенты в мире довольно сложно начинают свою работу. Если мы посмотрим на эту историю японского парламента, которая возникла, если бы раньше, то завтра все будет непросто. Во-вторых, мы видим, что в этот период, чуть позже, начиная с 1906 года, проходит важнейшее, с точки зрения социальной, реформа Столыпина, благодаря которой в России начинает формироваться обширный, массовый русский средний класс. Потому что до этого времени русский средний класс количественно и качественно был очень мал, по разным причинам. Столыпинская реформа открывала простор для инициативно, энергичных крестьян, которые могли, наконец-то, стать действительно собственниками. И при наличии вот этого обширного массового русского языка, никакие революции именить мы не смогли. В конец того времени, я говорил, что я сказал, что я спокойно, я понюю. Это была не пустая фраза. Это настоящая реальность. Входило, что делать это было иногда еще раньше. И третий момент. В это время начинается, наконец-то, и по хариру тоже реформа. Я имею в видение, наконец-то, в России. И система всеобщего обязательного начального воздавания, который не обладает. И она так и не возникла на конце российской эфири. Она только начала вводиться, с 26-го года. Даже в 14-го году, когда она не вводила, она еще и не была введена. Но, тем не менее, конечно, не лучше первой мировой войны. Она была как раз летом. В 17-м, начало 20-го года она была существовала. Все эти вещи необходимы для существования полноценной политической нации. Вот, например, я в эту сторону, ну, скоро, так сказать, ну, там, возникло бы, например, современное государство Украина, да, если бы, например, в российской идее всеобщее начальное образование возникло бы не... То есть оно началось бы не в начале 20-го века, а, скажем, хотя бы в середине 19-го, когда было бы, если бы возникла массовая начальная русская школа, так сказать, да, возможно, судьба, так сказать, русско-управительская работа не стала бы совершенно по-другому. Потому что, если мы вспомним Францию, то есть те франции, которые там происходили, там же массово было провинциальных диалектов. Это Британия. Проблема, просто, огромная. В Италии была очень настоятельной регионом. Но французское правительство запрещало, не только запрещало провинциальный диалект в школе, да, но одно... это отрицательные, как говорится, мероприятия. Подобные меры сделают царские правительства в России. Но были положительные меры, а именно насаждение массовой системы начального образования. Не нужно, мне кажется, вопрос обвестить карты по воздействию. Вот так вот, правительство Российской Кирии до начала 20-го века расходов на начальную школу участвовало в размере только 11% от всего, от всех средств, которые шли на начальную школу. В основном, основные средства давало земство. Поэтому это тоже все очень важно. То есть, в последнейшем вопросе, почему так поздно началось строительство, так сказать, политической политической нации Российской империи. И здесь мы видим очень интересные моменты. Мы видим очень подозрительное отношение, собственно говоря, российского держава, российской верховной власти к самому понятию нации, русскому национальному движению и именно к пониманию русских, именно как политическому приоритету, как народные и экономические права. Смотрите, время Николая Первого – это время гонений, постоянных гонений на продавших русских националистов, для этих русских националистов, которые сожгались в Патропавловскую крепость, арестовывались там где-то в третьем отделении и так далее, и так далее. И даже, в принципе, реформу Александра Второго, когда, казалось бы, свобода пошла, так сказать, да, кто был главный спросточерпец цензуры того времени, чьи издания чаще всего закрывались. А это опять-таки никакой нигилист, так сказать, никакой ненавиционер, даже не либерал, как истеринатив, Иван Сергеевич Аксаков, вводя того, что аресту подвергнут даже и книжка о Ивановиче Тюкчеве, так сказать, о Паре Тюкчеве. В 2002 году, так сказать, это произошло. То есть, почему такое, так сказать, вот негативное отношение к русскому национальному бюджету и странной власти? И что за понятие, это, в конце концов, мне началось углубляться еще дальше в двух веков. И я понял, что книгу, как я в начале отсутствия замышлял в Армадии, скажем так, в своих профессиональных интересах. Я думаю, остановился только на 19-й век. Я понял, что без привлечения материала после-зевиковой истории не обойтись. И, да, я не социалист в средневеках. Я вложился в этой книгами социалистов на эту тему. И стал, как бы, объяснять, что мы здесь делаем. К каким выводам я пришел? Они, собственно говоря, может быть, не слишком оригинальны, с одной стороны, на кого-то. Для кого-то народ по практике парадоксальный. Понимаете, что дело? Вот сравнивая то, как развивалась нация у нас и в других европейских странах, да, я обратил внимание в одно на что. Что, конечно, 17-й веке, по-моему, и политические права, это и европейских странах, и западноевропейских, тоже очень позднее явление, в большом счете. Ну, в Англии, раньше всего, в 17-м веке, в Голландии, как раз, 16-го века. Но именно как массовое явление, это, собственно, конец 17-го, 19-го века. Но, что здесь важно отметить? Вот во всех этих переменах, возле этих национально-демографических буржуарных революций, которые происходили в Европе, в Европе, реанимацию, тем не менее, очень старых учреждений, которые уходят в двух веках. Которые, так сказать, ну, я... Простой пример, чтобы было понятно. Вот французская революция, как известно, произошла после того, как были созданы генеральные штаты. Да, знаменитые, так сказать, с личной суммой в 19-го веках. Так вот, от чего, собственно, и застанивались. Но генеральные штаты, это очень старые институты французского общества. Да, до этого они долго не созывались. То есть последний официальный создан генеральных штатов был в 1614 году. Но, можно сказать, гораздо меньше известен то, что... Да, генеральные штаты были очень французские штаты, да? Но были штаты провинциальные, то есть местные, как бы, местное самоуправление, с которыми французская монархия продолжала обсуждать очень важные вещи. В том числе, например, вопрос аналогов. И вот, кстати, аналогов вспомнилась у меня замечательность стройчика из Курсии, на Дараве, я не рачу, что казали боги, у меня что-то там слабкая радость оспоривать налоги, как-то так, да, если вы не будете. Понимаете? А Курскер очень как-то гордится этим, а вот я рискую не согласиться с нашим всем, хочу сказать, что о чему здесь в общем разговариваться, да? На самом деле национальное представительство только и занималось прежде всего тем, что оспаривало монарх в налоге. То есть, тогда она качалась свои права, на конце концов были права всего населения, всех сословий. И, если вы вспомнили, почему как за концов на шахтод зашел Карл Первый Армейский, да, собственно, из вопросов по налогам. Мы сейчас, собственно, возмущаемся, почему так несправедливо обложили налогами для русских регионов в сравнении, так сказать, с регионами, так сказать, омя национальными, не русскими, так сказать. А, возьмем, это при этом все именно потому, что мы не оспориваем налоги. И их не оспоривали, веками не оспоривали налоги. Во время как именно оспоривание и оспаривание правительской налогов была премистратива сословных учреждений западной, и не только западной, но и в Восковской Европе в течение веков. Так вот, вот эти вот, когда после выборов Генеральных Штатов на французские, оказалось, что все эти структуры живы. Ведь сам процесс выборов прошел очень оживленно и все общество французское активно приняло их участие. Потому что сохранились вот эти самые старые структуры, идущие еще из Средних веков. Сравнение с идеей Зевского собора в России. До 19 века Дашн и Махилов не дали эту лобу в Зевский собор. Но это была чистая модель как реконструкция, археология. Никаких следов не было.